Приветствую, мои дорогие зрители, вы на канале Славянка Букс, и сегодня мне приходится, чтобы побыстрее вам рассказать о новинках книг фикс прайс, снимать вот такой непростой, интересной обстановки. Долгое время у нас не было никаких новых книг фикс, и помните, даже классика последняя была очень давно, как бы, считаю, и то в мягких обложках, а книги в твердых обложках, это вообще уже не помню, когда последний раз завозили, и вот нас опять радует, это здорово. Книжками в новых, значит, твердых обложках, цена, конечно, для многих покажется завышенной, это 299 рублей, но на книги некоторых издательств нет дешевых цен, например, на тот же корпус, меньше 700 рублей, я вообще нигде не встречала, разве только на крутой какой-то распродаже за 500 рублей можно купить, а здесь за 300 всего лишь. Все книжки в классных, хороших обложках, как всегда бумага газетная, ну что поделать, такое есть, да, а вы знаете, что некоторые книги, я сегодня о них расскажу, продаются также и в обычных магазинах, просто в супер обложке, но бумага такая же газетная, поэтому ознакомиться с книгой за 300 рублей, я считаю, можно вполне себе позволить, тем более покупать можно абсолютно не все книги. Итак, у нас сегодня огромное количество новинок, начнем с того, что я себе приобрела. Я приобрела в этот раз 3 книги себе, вообще хотела 4, но 4 книги, к сожалению, в моем фиксе, в который я вчера подобилась съездить, не было. Если будет, то я и 4 себе приобретую, потом скажу какую. Итак, начнем с книга Сэм Ллойд «Лес памяти». Это книга о триллере, это триллер, значит, вторая книга автора, но говорят о том, что он пишет хорошие триллеры. Меня привлекла обложка, во-первых, такая классная, вообще таинственная, вообще суперская. И во-вторых, конечно же, история. Здесь у нас история талантливой шахматистки Лисы, ей 12 лет, она с мамой едет на шахматный турнир в один из городов американских. И неожиданно именно в этом городе ее похищают. То есть ее накачивают наркотиками, когда она просыпается, она видит, что находится где-то в закрытом помещении, она привязана, значит, кандалами и не может выбраться, она в подвале. Но все бы ничего, она понимает, что с ней происходят ужасные вещи, но тут ее находит мальчишка. Мальчишка Элайджи, который считает, что этот лес его дом. И он начинает, значит, дружить с Лизой, но на все ее просьбы отпустить ее он не соглашается, потому что боится вот этого чувака-маньяка, который ее похитил, это во-первых, а во-вторых, она его единственный друг. И тогда Элиса принимает решение сыграть в игру, сыграть в игру с Элайджей и с этим маньяком, потому что Элиса шахматистка, напоминаю. Но ставка в этой шахматной игре будет жизнь. Я обожаю такие штуки. Все, кто читал, говорят, очень атмосферный триллер. Пусть не очень там прям суперморальный, не о чем подумать, но гарантируют мураши по спине, по рукам, по всему. И погружение в этот лес, подвал, какие-то таинственные маньяки и так далее. Вот все, что я люблю, прямо обожаю. Когда сама там не оказываюсь, я просто об этом читаю. Следующая книга, это тоже книга о шахматистке. Вторая, это Олтер Тревис, Ход королевы. Когда-то я посмотрела на одном дыхании сериал, который также называется Санны Тейлор Джой, и она была шикарная в этом сериале, и сериал мне просто очень понравился. И я еще долго думаю, а стоит ли брать книгу, если я уже как бы сериал-то посмотрела, но потом поняла, что все книги, которые я читала, а потом по ним смотрела сериалы, я понимаю, что сценаристы могли что-то поменять, чего-то упустить, что-то недоговорить. И целостная история складывается все-таки больше от прочтения книги. Плюс все отзывы на эту книгу положительные. Я, конечно, понимаю, что не совсем можно доверять отзывам, но большинство отзывов на эту книгу сугубо положительные, это во-первых. А во-вторых, все говорят о том, что оторваться невозможно. И я помню, что я не могла оторваться от просмотра сериала, я просто за два дня, все десять серий просто не отрываясь. И я думаю, с книгой должно быть то же самое. Следующая книга, это книга Джонатана Франзена «Поправки». Все сравнивают этого писателя с Львом Толстым по объему информации, которую он дает, это раз. По качеству слога говорят, что это тоже очень талантливый человек. Это настоящий американский роман, то есть если вы любите вот такие большие семейные истории, а я такие истории люблю, еще со времен Стейнбека «Гроздья гнева», это прям вот мои истории, и мне это нравится. И говорят, вот читайте. Давайте посмотрим, что за отзывы. Значит, «Поправки» — большая литература. Из мозаики, сложно соединяющихся семейных отношений, здесь складывается картина жизни не только американской, но и жизни вообще. «Поправки» стоят в одном ряду с «Бутенброками» Томаса Манна и «Белым шумом» Делила. Замечальное произведение. Энергичная и чистосердечная книга побуждает читателя размышлять и смеяться. Этот роман принес Джонатану Франзену всемирную известность. Семейные истории рассказаны с иронией и любовью. Ее оказалось наиболее универсальной. Книга получила национальную премию, переведена на 35 языков. Если вы, в конце концов, не полюбите каждого из героев Франзена, вы, возможно, просто не любите людей. Значит, в оригинальной книжке от корпуса вот это слово «поправки» написано с переносами «поправки». Ужасно, как бы мне не нравилась эта обложка. А здесь они, конечно, сделали умно, в единое слово, без переносов, но закрыли лицо ребенка. Вот здесь ребенок, как бы его не видно абсолютно. Вот это мне тоже не нравится. Ну зачем вы, вот зачем? Кусок ребенка ушел, одни ножки остались. Короче, будем почитать вот эту американскую историю. Теперь расскажу о тех книгах, которые я не купила, но они есть в продаже в фикс прайс. Первая книга — это Борис Акунин, Ореховый Будда. Это повесть, повесть приключенческая про священную статуэтку, которая из Японии попадает в Россию 18 века, где в это время правит Петр I. И я, в общем-то, я не читаю Акунина. Еще с тех времен, когда он стал писать про историю государства российского, то есть он почувствовался не писателем, журналистом и историком, и я прочитала первую книгу и поняла, что Акунин не любит Россию как таковую. И последние события, его все эти высказывания подтверждали и подтверждали эту точку зрения. Поэтому в Ореховом Будде я не удивляюсь, что люди пишут о том, что он, сравнивая Японию и Россию, дает приоритет, конечно же, Японии, которая была суперразвитая страна в 18 веке, страна чудес, в то время как немытая грязная Россия с тупорылым царем Петром I отставала от великолепной Японии, просто как моська от слона, как говорится. Поэтому я не знаю, хотите, читайте, хотите, не читайте. Я Акунина не читаю. Следующая тоже писательница, которая вот с одной стороны, значит, хорошо пишет, а с другой стороны ее позиции меня вообще бесит. Я до всех этих событий, конечно же, читала ее книги, она мне даже в чем-то нравилась, теперь нет. Не буду я донатить этому товарищу, значит, почему я не опознанно говорю. Это Кристина Старка, ее книга «Гончий лилит», которая появилась в фиксе. Я впервые, помню, год или два года назад купила ее книгу «Стигмалион», тоже в фикс-прайсе тогда ее купила, за 149, по-моему, рублей. Она мне очень понравилась, как напишет, потом еще несколько книг прочитала. У нее такие, знаете, остросюжетные любовные триллеры, обычно про арбузеров, про проблемы в отношениях. Вот в «Гончих лилит» поднимается вопрос о девушках с низкой социальной ответственностью и о пороках общества. И еще один товарищ, который тоже хает Россию давно, в общем, начиная с самых, наверное, многие сказали, что он всегда был русофобом и не только 24 февраля им стал. Короче, это Стивен Кинг. Это Стивен Кинг и его книга «Институт». Неоднозначные были впечатления об этой книге, тех, кто первоначально ее купил и прочитал. И, как бы, с одной стороны, вроде бы типичный Стивен Кинг с мистической историей, с страшилками и так далее, а с другой стороны, как бы, говорят, очень скучно и, в принципе, история такая затянутая и заунывная. Я не знаю, я не фанатка Кинга, я вообще никогда не была его фанаткой. Мне нравились отдельные его книги, очень-очень редко они мне нравились, например, «Мизери». Остальные как-то мимо меня проходили, сколько бы я его не читала. Я считала его просто, значит, попсовым писателем. Что в этом институте написано? Значит, это рассказ о том, как 12-летний Люк, мальчик, оказывается в тщательно укрытом от всех глаз институте, где занимаются исследованием опытов над детьми, над сознанием детей. В основе, значит, этой книги лежит история проекта МК «Ультра». И вот сам проект, наверное, мне больше интересен, чем даже книга Кинга. Почему МК «Ультра»? Это проект, кодовое название «Секретная спецоперация ЦРУ» по выявлению влияния всех отробных веществ и химических соединений на сознание человека. Проводился он с 1950-х по 1960-е годы. И цель его была, ну, понятная, да, вербовка агентов. До сих пор многие документы этого проекта засекречены. Но то, что, возможно, уже выпустили кучу документальных фильмов от Netflix тот же, в 2020 году вышел про этот проект фильм. Как бы, вот, наверное, больше меня интересует именно сам проект, а не книги вот этого попсового писателя. Любите Кинга? Покупайте, пожалуйста. Не очень любите? Скачивайте бесплатно. Пирайте. Бенежный блогер пиратить призывает, да, такого не может быть. Следующая книга — это Дэн Браун «Происхождение». Короче, это очередная история Дэвида Лэнгдама, который, ну, это профессор, вы его знаете по коду да Винчи еще, который приезжает, значит, своему ученику, бывшему студенту, который стал миллионером, на суперкрутое мероприятие. На этом мероприятии этот ученик, который филантроп-миллионер и суперкомпьютерный гений, говорит, что он откроет секрет, загадки такой, откуда произошел человек и что ждет человечества. И вот самый момент, когда он собирался эту загадку нам, значит, разгадать, показать, происходит невероятное, происходит убийство, конечно же. Во все эти перипетии, оказывается, закручены. И здесь опять повязана будет и католическая церковь, и какие-то иллюминаты, и, в общем-то, секретные операции. Сам Роберт Лэнгдон и его, значит, сотрудница. И они начинают распутывать этот клубок. Они приезжают в Барселону. И, в общем, впервые именно в этой книге я познакомилась с таким необычным городом, как Барселона, с его вот этими всевозможными красивейшими храмами, которые до сих пор строятся. Один из храмов, по-моему, вот такой вот невероятный какой-то. Ну, а с другой стороны, эта книга, как и все книги Брауна, очень классно написана. Сюжет просто не дает оторваться. Настолько круто все это завязано. Но, с другой стороны, очень много псевдонаучных фигний там напихано, теорий заговоров и всего остального. Короче, как развлекательное чтиво, пять баллов просто из пяти. Следующая книга, которая тоже есть уже в продаже, это Лейла Симони, «Рождество под кипарисами». Лейла Симони вам будет знакома по книге «Идеальная няня». Это там, где няня расправилась с детишками. Эта книга на реальной истории основана, которая произошла в Швеции в свое время. Здесь у нас «Рождество под кипарисами» и Лейла описывает отношения француженки Матильды и марокканца Амина. Они влюбляются друг в друга, и Матильда приезжает в Марокко. И здесь сталкивается, конечно же, с другим менталитетом абсолютно, с другими порядками, традициями. И она вынуждена приспосабливаться к этим порядкам, традициям, менталитету. Затем они рожают дочку Аишу, которая оказывается маргинальной, потому что она наказывается на стыке структур национальных. То есть ее американцы особо не принимают, а французы. И, в общем, вот эта вот проблема. Это такое неторопливое повествование о семье, ее перепитиях, о дружбе народов, разных культур и так далее. Я такое не очень люблю. Мне надо, чтобы было больше трешечка. А здесь, вы знаете, такое мило-мило и еще раз мило-сахарно, прям как сахарный пончик. Следующая книга — это Михаил Шишкин «Писновник». Я не знала о таком писателе вообще, а это, оказывается, современный русский автор, который получил какие-то премии, награды. В общем, эта книга написана в форме писем. Девушка Саша и парень Володя пишут друг другу письма на протяжении всей жизни, рассказывая истории о своей жизни. То есть, я так понимаю, жизнь прористекает параллельно. Жизнь Володи, жизнь Саши. И мы об этом узнаем в письмах. Я не очень люблю романы в письмах, но те, кто читал, говорят, что в этой книге как бы ты не особо замечаешь, что книга состоит из писем, потому что история тебя поглощает очень интересно. Здесь и любовь, и измена, и дети, и философия жизни. Но книга имеет открытый финал. Если вы не любите открытых финалов, то есть, где нужно додумывать самим, а что произошло, да, а что же там действительно, чем это все закончилось, то не советую, наверное. А если не боитесь и хотите прочитать интересную семейную историю, то вполне. Следующая книга, которую я хочу себе купить, но у нас ее не было пока в фиксе, обязательно, если увижу, куплю, это Марина Степнова «Сад». Я давно слышала о том, что Степнова пишет талантливо, и что ее произведения те же женщины Лазаря прям нахватливали, нахваливали, но я до сих пор с ней не познакомилась. Значит, что касается сада. Здесь история 19 века. Княгиня Баритинская рожает девочку, которая поздний ребенок, и которая, в принципе, ей особо не нужна. Но так получается, что именно эта девочка становится причиной развала семьи, а живут они в имении, окруженным садом, и, в общем, сад играет не последнюю роль во всей этой истории. Я так понимаю, здесь блестящая отсылка к Чеховскому вишневому саду, и я так понимаю, что многие с Чеховским садом этот сад сравнивали, но говорят, что Марина Степнова талантливо пишет, и история замечательная. Следующая книга для любителей научной фантастики Сергея Лукьяненко «Порох». Это первая часть космоопер, вообще у него диалогия пока вышла, но, говорят, будет третья книга. Здесь несколько главных героев в их сюжетных линии переплетаются друг с другом. Основное действие проходит на космическом корабле «Твен», где собрались разные расы, входящие в так называемое соглашение. Им предстоит разобраться, почему происходит гибель цивилизации, а для этого им придется вернуться на несколько веков назад, чтобы понять, с чего все началось. И я не любитель научной фантастики, вообще, я очень редко ее читаю, может быть, зря я очень редко читаю. Кстати, напишите в комментариях, может, вы порекомендуете какую-нибудь книгу о научной фантастике, которую просто вот может захватить, а то я только Энди Вейера читала с его вот этим «Марсианином» и проектом «Ава Мария», и мне понравилось. Но вот так, чтобы прям вот вах и собирать линейку в научной фантастике, нет. Но вот, интересный факт, в книге Лукьяненко есть раса кис. Догадайтесь, что это за раса? Каджитам, привет! Это разумные прямоходящие кошки. И вот мне прям «А, блин, раз, акис, ё-моё, блин!» И теперь я не знаю, читать мне эту книгу или нет. Если вы читали, пожалуйста, напишите, стоит ли или нет. Следующая книга это «Жаэль Диккер закатка номера 622». У меня такое ощущение, я вообще все книги Диккера, которые на данный момент вышли, я прочитала. И у меня такое ощущение сложилось, что первые книги писал мне Диккер, вот ей-богу! Потому что в последней книге он рассказывает практически свою историю, как автор, который пишет роман, не может написать этот роман, потому что у него нет вдохновения. А все почему? Потому что умер его любимый издатель, и он не может никак собраться. И у меня, знаете, закралась такая карамольная мысль, что предыдущие книги Диккера, особенно первую про Гарри Квеберта и книгу Балтерма, наверное-таки помогал писать этот издатель, который потом заболел и умер, и поэтому последующие книги Диккера отвратить. А последняя книга про наших отцов это вообще мерзостная книга, вот правда. Что касается этой книги про загадку номер 622, это дурка в хорошем смысле слова, я бы так сказала. Главный герой здесь, я напоминаю, писатель, который не может поймать вдохновение, он все переживает, депрессию и загибель редактора. И вот в одном из баров он встречает журналистку, которая говорит, а давай мы с тобой отвлечемся, а для этого поедем в швейцарские Альпы в отель. Они приезжают в отель швейцарской армии, чтобы отвлечься ненадолго, и понимают, что их засидели в номер 623, а следующий идет, а до этого был, значит, 621. А где же номер 622? А оказывается, что в этом номере 622 произошло убийство, и теперь его скрывают, номер изменили, и так далее. И вот журналистка, этот писатель, начинают копать, значит, чтобы расследовать это убийство, которое так и не расследовано. Самое интересное в этом произведении то, что мы до последнего не знаем, кого же убили в этом номере, потому что нам рассказывают историю нескольких людей, которые так или иначе связаны между собой, это хозяин отеля, его дочь и так далее, и мы до последнего не понимаем, а кого же все-таки в этом номере-то прибили-то. Но это ладно. Самое прикольное, как я уже вначале сказала, что это такая великолепная дурка, потому что к концу и прочтении этой истории мне казалось, что я смотрю болливудский фильм, но вот истерия «У тебя родинка на правой ягодице! И у меня родинка на правой ягодице! Мы братья! Ё-моё!» Или «Да я люблю тебя! Да я тебя люблю! Нет, я его люблю!» Это что, блин, такое? Но финал, где рассказывается о том, как провернули это убийство и почему все люди резко стали дебилами или слепыми, меня ввел в ступор. Я сидела и думала, блин, ну неужели ты не мог понять, что перед тобой он? Нет, он не мог этого понять, потому что на нем было что-то другое надето. Короче, не буду вам спойлерить, просто говорю, если хотите, вот их болливудский боевик такой, знаете, и сидеть во время прочтения «Рука, лицо и серия!» Господи, что за дебилизм? Зачем они это делают? Почему главные герои отупели? То читайте. Если не хотите время тратить на эту всю фигню, не читайте. Если хотите познакомиться с автором, прочитайте Гарри Квиберта или книгу Балтера, Балтиморова, она намного интереснее и талантливее написана. Следующая книга это Алексей Иванов «Пищеблог». Тоже вышел на данный сериал. Это лагерь, пионерские, плюс вампиры. Ну, это типичный Иванов. Все книги, которые я у него до этого момента прочитала, ну, кроме «Ненастья», которая конкретно про исторические события, про становление ветеранов Афганистана в свободной России 90-х. Так вот, все остальные книги я читала и понимала, вот, что Иванов, он любит такую фигню, да, то есть исторические события смешивают с мистикой. И так и здесь талантливый автор, никто не говорит, он пишет, замечательно читается, просто на одном дыхании, но иногда возникают такие, значит, рядовые вопросы с исторической составляющей, кто-то говорит, что он там хает советскую систему, не знаю. Я эту книгу не читала, сериал не смотрела, но те, кто читал, говорят, можно прочитать, поразвлечься, тем более за 300 рублей, не за 700, как она продается в других книжных магазинах, можно себе позволить. Следующая книга это Дэниел Шемилд «Пациент». Это книга из серии «Лучшие триллеры», вот в таких обложках они выходят. Я из этой серии читала Рутуэйр. И Рутуэйр пишет интересно, все ее триллеры такие, знаете, однодневки, но увлекательные. Вы знаете, вечером в субботу сесть, включить себе, значит, камин, за окном пусть идет дождь, вы с чаечком, с пледа, открываете эту историю, за один вечер прочитываете и такие, ну, нормально. В общем, триллер «Пациент» это такой чистый женский триллер о любви, коварстве и предательстве, потому что речь здесь пойдет о психотерапевте, которую зовут Рэйчел. И, естественно, она влюбляется в своего пациента, талантливого архитектора и вот этот талантливый архитектор оказывается не просто талантливый архитектор, он еще офигенно талантливый маньячила, которого обвиняют в нескольких убийствах. Но Рут уверена, что он невиновен, поэтому она начинает свое расследование и, естественно, все свои силы, женские, любовные чары она пустит на то, чтобы этого чувака оправдали. Я такое, значит, не очень, поэтому я себе такое не покупаю. Следующая книга не нуждается в представлениях, потому что все вы прекрасно ее знаете, еще, наверное, со школы, а кто-то не со школы. Это Анатолий Кузнецов «Бабий и Яр». Я читала эту книгу несколько раз и все время у меня глаза на мокром месте, я рыдалю, я не могу ее просто так читать, потому что очень тяжелая и очень правдивая книга, которую, в принципе, нужно читать. Нужно. Само название говорит о том, что в книге будет рассказываться события, которые проходили в году Великой Отечественной войне в Киеве во время оккупации ее фашистами. А «Бабий и Яр» вы знаете, это место, где были убиты тысячи людей просто за то, что они не такие, как должны были быть, по мнению ненормальных захватчиков. Не буду больше ничего об этой книге говорить, потому что, я говорю еще раз, она не нуждается в представлениях, она сама по себе просто книга для всех, кто не забыл и не забудет, и это хорошо. Знакомьтесь, читайте, если еще не читали. В принципе, еще в нашем магазине лежат такие книги, как Райли, сестра, Люсинда Райли, сестра ветра, но я так понимаю, что этот цикл книг будет дальше продолжать выходить на территорию, он будет дальше выходить в фикс-прайс, в мягких обложках, толстая книжка по той же цене. И еще лежит, значит, Лия Арден, золото в темной ночи, но мне кажется, она уже была раньше, это просто еще раз подвезли то, что не раскупили, поэтому о них, наверное, я не буду рассказывать. Кстати, все первые новинки, которые только есть, выходят у меня в телеграм-канале, там очень веселая, хорошая, дружественная атмосфера, не только о книгах, там и о кошках, о жизни, вообще обо мне. Если вы хотите каждый день поднимать себе настроение, улыбаться, общаться с нормальными, адекватными людьми, то прошу, пожалуйста, приходите в телеграм-канал, мы там хорошей компанией обитаем. А с вами была Славянка, пишите, что вы купили в себе в фикс прайс, может быть, я какие-то книги пропустила, а у вас они есть, обязательно оставляйте комментарии, чтобы другие люди смогли сходить и найти себе нужную новинку. С вами была Славянка, пока-пока. Славянка,